Многие говорят про святых отцов, но свят только Бог, почему не пресвятые отцы, а именно святые? Есть же Пресвятая Дева Мария, как разобраться в понятиях святой и пресвятой? — Явно у человека какая-то интуиция о том, что кроме Всесвятого, Всеблаженного Божества, он об этом слышал, масса святых. Но каким образом они святы, если по слову самого Господа к юноше обращенному «что называешь меня благим?» Никто же благ, только мы един Бог, ибо совершенство Ему принадлежит и точно. Но для того Бог и воплотился, для того и пришел в этот мир, и пострадал за грехи наши, и воскрес, и Духа Святого не спасал от Отца, создав, родив Церковь Святую, чтобы сообщить нам присущую Ему святость. Называется это действие «освящение». Мы призваны в Таинстве Крещения осветиться, просветиться, приобщиться к Божественной жизни. И будучи сами действительно существами тварными и падшими, и небезгрешными даже после Крещения, мы, тем не менее, это освящение призваны хранить, поддерживать, приумножать. Каким образом? Исповедуясь, в исповеди прощаются грехи, и таким образом душа очищается от препятствующих нашей святости нечистот греховных. А апостол Павел честно говорит, «Сияясть воля Божья о вас, святость ваша». В высшей степени мы сподобляемся этой освященности, приобщаясь святых христовых тайн. Господь повелел нам быть участником этой Божественной трапезы, общниками Его тела и крови. Для чего? Для того же, чтобы мы были освящены, причастны Его Божеству. Божеству. И это как раз в высшей степени проявляется в тех, кого мы называем святыми отцами. Напомню вам, что никого мы не канонизируем или не признаем непогрешимым. Только ошибочно так римский папа о себе складывает понятия и других этому учит. А в Православной Церкви, даже именуя Патриарха Московского и всей Руси Святейшим, указываем прежде всего на высоту его архиерейского служения, ибо он является первосвятителем Стольного Града, главенствующего над прочими регионами и епархиями по местной нашей Русской Церкви, и наиболее чтимый среди архиереев, но и он не претендует на свою непогрешимость, и решения общецерковные принимаются постановлениями Священного Синода, так что это наименование прилично для административного и наиболее почтенного руководителя, предстоятеля он именуется по местной Церкви. А вот после уже кончины святого человека, жившего в таком благодатном преображении, достигнутого путем и собственных жертвенных служений, достигнутого путем действия Божьей благодати в этом человеке. И вот при проявлении действительно великой силы Божьей в нем по истечении определенных лет Церковь канонизирует подвижника, совершившего достойно и выше, естественно, путь свой жизненный, и именует его уже святым с различными видами святости. Кто-то преподобный, вас озадачивает приставка пре в наименовании Пречистой Девы Марии, пресвятая Дева. А вот есть ведь и в высшей степени подобный Богу, преподобный один из чинов святых, один из их видов святости. Бывают мученики, бывают святители, и все они определенным образом, прославившие Бога, прежде всего явили в себе великое действие, освящающие их божественной благодать. Так апостол Павел говорит, не знаю, что я не сотворил великого среди язычников, впрочем, не я, но действующий во мне Божья благодать. Святой Павел святой, он свят тем, что сердце свое собственное открыл для великой силы Божьей, действующей в нем. И потому канонизированный, признанный Церковью как святой апостол, он является для нас и нашим небесным заступником, другом духовным, о кому мы молимся, о помощи нам на путях нашего собственного спасения. Почему Дева Мария пресвятая, а по причине высшего и недостижимого ни для какого святого единства с Господом в связи с вышеестественным ее избранничеством, стать вратами вхождения в мир Спасителя нашего, послужить своей плотью, причистой Боговоплощению, ибо именно от нее и ни от кого другого воплотившееся второе лицо Пресвятой Троицы Бог Слова заимствует человеческую природу, потому она не только совершенно предана душой, своей волей Богу, но является и по плоти Его причистой Матерью, что в результате дает ей ни с чем не сравнимую святость, сообщает ей освященность, недостижимую ни для какого человека и даже для бесплотных сил, потому именуется она Пресвятая, в высшей степени освященная и вселением в нее Бога Слова, и того служения материнского, которое она воплотившемуся Богу принесла, и своей совершенной верностью, в результате чего и почитается она Царицей Небесной в Церкви, и воспевается как Пресвятая и Пречистая Дева. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok